Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И приходит очень много вопросов мне по почте. Запросы на нашем сайте периодически возникают. Вот я на данный момент смотрю по письмам, которые я получил буквально на днях вчера, позавчера. И тут всего в общем-то, в общем, в общей сумме накопилось 11 вопросов. 11 важных вопросов, которые мне задали. Первый вопрос. Что такое лаборатория психологического обеспечения? И где? Тут несколько запросов из Ростова на Дону, из Кольской атомной станции, Магаданская область, психологическое обследование и так далее. Попробую ответить на эти вопросы. Значит, первое. Что такое лаборатория психологического обеспечения и где они находятся? Вообще, на данный момент существует 10 работоспособных лабораторий психологического обеспечения. В Российской Федерации существует 10 действующих атомных станций. 11 строится. И на каждой из 10 атомных станций есть такие лаборатории психологического обеспечения. Возникли эти лаборатории благодаря приказу, совместному приказу Минздрава и Минатома Российской Федерации за номером 532 от 2000 года. Этот приказ у нас есть на сайте. Вы его можете скачать, посмотреть, получить. Соответственно, благодаря ему вообще после Чернобыльской атомной катастрофы возникло вот такое движение. Были созданы такие лаборатории на всех атомных станциях Российской Федерации. Кроме того, помимо этих 10 функционирующих атомных станций, с 10 на каждой станции лабораториями существует еще порядка 13, по нашим данным, по нашим сведениям, лабораторий психологического обеспечения. Итого, ну, в каком-то смысле, 20, будем говорить так, 23 лаборатории в Российской Федерации создано благодаря этому приказу 532. Значит, по поводу приказа он определяет направление деятельности, цели определяет, задачи деятельности лабораторий, функции направления деятельности. Значит, все лаборатории, за исключением атомных станций, находятся в крайне плачевном состоянии. Мы все их знаем, я знаю буквально всех заведующих этих лабораторий, вот этих 13, помимо атомных станций и атомных станций, знаю всех заведующих, где они находятся. Был на многих атомных станциях, общался с коллегами, ну и кроме того, общался буквально со всеми заведующими таких лабораторий на других предприятиях. Всего в России таких лабораторий, благодаря вот этому 532 приказу, должно быть 512 таких лабораторий. На данный момент, по факту, их 23. Соответственно, все эти 13 лабораторий, за исключением атомных, они все дышат наладом. То есть, они занимаются черти чем, они обследуют очень, и вообще, если обследуют очень узкий круг лиц, непосредственно на своих предприятиях, такие лаборатории, как в Снежинске, в Лесном, в Северске, Томск-7, в Новосибирске и так далее. Всего их 13, все они дышат наладом, работают там 1-2 человека. Очень тяжелая ситуация, в Ангарске, очень тяжелая ситуация. Лаборатории не живут, они выживают, повторюсь, работают 1-2 человека. Чем занимаются, к чему их привлекают, не знаю, каким-то, может, социологическим исследованием, еще к чему-то. Но все они практически не работоспособны, к сожалению, к огромному нашему сожалению. Мы выжили, мы существуем, существуем. Нам в марте месяце, в этом месяце должно исполниться 15 лет нашей лаборатории. Мы выжили, не только выжили, мы живем и, соответственно, работаем в полном объеме, оказываем услуги по психизиологическим обследованиям. Вот то, что касательно лаборатории психизиологического обеспечения. Да, они вот существуют, значит, на Кольской атомной станции, Ростовской атомной станции. Они, да, они существуют. Можете туда обращаться, получить от них услуги по психизиологическим обследованиям персонала ваших организаций. Лаборатория психизиологического обеспечения не является медицинской организацией. Она проходит аттестацию раз в 5 лет. У нас такая аттестация пройдена последняя. Мы ее получали с момента нашего создания с 2002 года. Первая аттестация у нас в лаборатории была. И вот последнюю, то, что мы получили, раз в 5 лет мы переаттестовывались. И вот последняя произошла аттестация в 2015 году. То есть мы совершенно правомощны, легитимны при оказании услуг по направлению человеческий фактор, культуры безопасности человеческого фактора. Так звучит эта фраза в кавычках. Культура безопасности человеческого фактора. Аттестацию этой лаборатории, опять же, любой лаборатории психологического обеспечения, определяет этот же самый 532 приказ Библии лаборатории. Там указано два научно-методических центра. Это Институт имени Бурназяна нас может аттестовать. Или Обнинский научно-исследовательский центр прогноз. И вот мы на протяжении всех этих лет аттестовывались в Обнинске. То есть ездили наши специалисты, проходили обучение, затем получали сертификаты. И, собственно, в итоге лаборатория получала некий акт аттестации. Его можно также скачать, посмотреть на нашем сайте в разделе документы. Давайте я вам покажу его. В разделе документы. Это наш сайт, главная страница. И вот в разделе документы можно посмотреть. Значит, 532 приказ, упомянутый мною. И акт аттестации научно-практического центра АКМЭ, лаборатория психологического обеспечения. Мы абсолютно легитимны к оказанию услуг. Мы получили эту аттестацию от головной организации, которая прописана вот в этом 532 приказе. Они нам дали очередную аттестацию на следующие 5 лет работы. И так далее. Но здесь можно посмотреть карточку предприятия нашей организации, контактную информацию, патентные свидетельства, которые мы получили на наше программное обеспечение, свидетельства государственной регистрации, устав нашей организации, о постановке на учет. Все в полном объеме. Все эти документы можно скачать одним архивом, одним файлом. Но не об этом сейчас речь. Давайте вернемся к этому файлу. Итак, по лабораториям я вам ответил. Значит, много вопросов. Опять же, предыдущие мои видео касательно различного рода методик. Нет, давайте сначала так. Кроме того, у нас были вопросы по приказу 34С от 30.12.2014 года. Давайте вот на этом я еще остановлюсь. Уж, коль речь сначала зашла об организационных документах. Соответственно, вот этот самый приказ. Это страница нашего сайта услуги 2.1, раздел 2.1. Здесь переведены все нормативно-организационные документы, которыми мы руководствуемся в своей работе. Соответственно, приказ, вот он здесь отмечен, приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 30.12.2014 года за номером 34С. Буковка С служебный, но служебный в нашей российской действительности, конечно, необходимо понимать как секретный. Под подпись меня ознакомили с этим приказом. Самого приказа вы в интернете не найдете. Это 100%. Он секретный, служебный для внутреннего пользования. Единственное, что при необходимости мы можем любому человеку в случае его заинтересованности скинуть. Результат этого приказа – это методические рекомендации ФМБА. Это такая зелененькая методичка, книжечка, в которой прописано, что, где, когда, зачем, кто и так далее должны проходить обследования психологические в полном объеме. Там указаны методики, которыми должны люди обследоваться. Указаны определенные условия этого обследования и так далее. Если будет заинтересованность, методические рекомендации, родившиеся из этого самого приказа 34С, мы по запросу без проблем отправляем нашим потенциальным контрагентам. В этом приказе определена, самое главное, форма справки, которая оформляет лаборатория психологического обеспечения по результатам своих обследований. Вот она здесь указана на этой странице, справка ПФО. Давайте я ее открою. Открывается Google Диск. И это официальная справка, указанная вот в этих самых методических рекомендациях по приказу 34С. И вот такую справку должен получать работник при прохождении ПФО. В дальнейшем эта справка прикладывается к справке 302Н по медицинскому приказу. Медицинскому приказу 302Н. Вот давайте я его тоже покажу. Вот итоговая разрешительная справка. Соответственно, мы оформляем вот эту справку. Эта справка является непосредственным приложением к справке по форме 302Н. Мы проводим обследование ПФО дистанционно, получаем результаты, заключения формируем по каждому работнику. И исходя из полученных результатов по конкретному работнику, Иванову Ивану Ивановичу, мы оформляем, определяем функциональное состояние, уровень психзиологической адаптации и, соответственно, делаем вывод, выявлены, не выявлены противопоказания психзиологические у этого человека. Эта справка нами оформляется, подписывается, ставится печать. Мы выполняем эту работу, наша работа выполнена. В дальнейшем контрагент, беря эту справку, предоставляя ее в медицинское учреждение, которое его обслуживает в Российской Федерации, каждый работник должен проходить медосмотры. Это определено приказом 302Н. И вот этот приказ, он формирует вот такую справку. Обратите внимание, заключения комиссии по результатам медицинского освидетельствования и данным психзиологического обследования противопоказаний к работе в должности нет, есть. Соответственно, медицинская комиссия с учетом результатов и данных психзиологического обследования работника оформляет итоговую справку по приказу 302Н. Это медицинский приказ, его можно легко найти в интернете. Вся Россия по этому приказу живет. Вся Россия, все работники ежегодно проходят медосмотры благодаря этому приказу. Соответственно, вот такой алгоритм. Это если говорить непосредственно об организационных документах. Еще раз проговорить об этом вопросе. Кроме того, значит в письмах опять же задают мне вопросы по методикам. Что такое ПЗМР, что такое СЗМР, что такое миллисекунды и так далее. Соответственно, существует, я уже говорил об этом, 4 функциональных пробы. ПЗМР, СЗМР, РДО и таблицы Шульте. Вот об этом, обо всем можно посмотреть на нашей странице, нашего сайта. На странице продукция. Продукция ЛПФО. Соответственно, вот если мы откроем с вами автоматизированные методики. Тут есть таблицы Шульте. Простая зрительно-моторная реакция. Сложная зрительно-моторная реакция. Реакция на движущийся объект. Вот эти самые психофизиологические пробы. Там, внутри, все очень подробно изложено. Показано, сколько миллисекунд, допустим, там 234 миллисекунды мужчины, 238 миллисекунд женщины. То есть, женщины-водители гораздо менее, значит, или мужчины. Мужчины гораздо более быстро реагируют на ситуации. Лучше водят автомобиль, нежели женщины. Если говорить о простой зрительно-моторной реакции в миллисекундах. То есть, реагируют скорость реакции у мужчин-водителей гораздо, ну, значительно выше. Быстрее они реагируют на что-либо на дороге, нежели женщины-водители. Соответственно, та же самая ситуация по миллисекундам. Это очень легко посмотреть. Вот мы с вами наберем, допустим, в поиске. Сколько миллисекунд в одной секунде. Вы это можете повторить. Тысячу миллисекунд в одной секунде. Соответственно, скорость реакции, средняя скорость реакции мужчины составляет порядка, ну, 234-235 миллисекунд. По ПЗМР. Соответственно, ПЗМР, СЗМР и РДО позволяют рассчитать, рассчитать вот эти самые миллисекунды. Посмотреть и сделать вывод, насколько человек работоспособен, функциональность его посмотреть, насколько он может быть утомлен, истощен и так далее. То есть, это все позволяет сделать, оценить вот эти самые функциональные пробы. Их четыре. Далее. Вопрос. По ПЗМР миллисекундам ответил. Расчет программы идет в миллисекундах. Да, задали вопрос в письме, значит, что такое, значит, методика счет по Крепелину. Вот она у нас тут с самого начала видео висит. Вот это протокол исследования. Один из стимульных материалов протокол исследования по методике счет по Крепелину. Методика направлена на оценку внимания, как таковое, как психической функции, концентрации этого внимания. А самое главное, помимо других методик, их много, несколько, по крайней мере, нацеленных на оценку внимания, таблицы Шульте, в том числе счет по Крепелину, красно-белая таблица Горбова и так далее. Их несколько таких методик. Соответственно, эта методика позволяет прекрасно, прекрасно оценить истощаемость человека, его вырабатываемость в работу и процессы истощения. То есть, истощаемость через концентрацию внимания, переключаемость человека от таблицы к таблице, если говорить об этом стимульном материале, как о таблице, позволяет оценить истощаемость человека, Что является концентрацией и истощаемость человека. Что является важным фактором при оценке его функционального состояния, функциональных возможностей. Как быстро человек истощается. Это вкратце, это стимульный материал, это не полный стимульный материал. Всего их существует два протокола, ну и соответствующие из инструкции и так далее, и так далее. То есть если говорить вкратце, если будет опять же заинтересованность по этой методике, а я уверен, она будет, потому что люди пишут на почту, задают такие вопросы интересные. Я остановлюсь на ней более подробно, расскажу о методологии в целом. То есть о целях, задачах этой методики, о том, что она дает. Но вкратце надо сказать, это концентрация внимания и истощаемость внимания. Два основных показателя активного внимания человека, это концентрация и переключение внимания. Ну и третий, условно говоря, результат по оценке внимания как такового, активного внимания человека, не пассивного, а активного внимания, это истощаемость этого самого внимания. То есть получаются такие кривые, то есть человек врабатывается, вырабатывается, вработался, идет какое-то плато, затем снижается это неизбежно, то есть в процессе деятельности человек неизбежно истощается. И вот эта, казалось бы, смешная, легкая, но проверенная годами более полувека работы, вот этой методики, она позволяет оценить, как быстро человек в деятельности истощается. Ведет ли он автомобиль, управляет ли блочным щитом управления, или еще какой-то деятельностью занимается. А вот эта методика позволяет оценить это в любом случае точно и с какой-то очень такой надежный, надежным результатом показать, как быстро человек истощается в своей активной деятельности. Вроде бы на все вопросы текущие ответил, которые позадавали мне в почте и по запросам на нашем сайте. Ну вот, собственно, наверное, и все. На этом заканчиваю. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь под нашим видео, ставьте лайки и задавайте вопросы в дальнейшем. Очень все это интересно. Много всякой разной информации по разным поводам, по методикам, по методологиям, по документам каким-то для наших контрагентов. Любые вопросы будут освещаться или на нашем сайте, или же я отвечаю письменно. Вот в данном случае это видео. Быстро и эффективно заснять его и ответить на все вопросы. Удачи всем!